Всем привет, с вами Priya. Сегодня мы наконец-таки начнем беседовать о моих аддонах. И начнем мы с такого многофункционального аддона, как Armory. Аддон, модификация, эти слова схожи между собой и когда-либо они будут заменяться мной при объяснении чего-либо. Итак, как нам пишет стандартное объяснение? Он мне предоставляет сведения об одежде, статах, состоянии сумок, банковских ячеек, профессиях, квестах, заклинаниях и многом другом для всех ваших персонажей. Итак, от себя могу добавить, что аддон создает собственную базу данных с всем перечисленным. Наведя на эту иконочку, мы видим абсолютно всех своих персонажей. С другого сервера, с этого сервера пишет их класс. Ну, кто они вообще, да? Воин, охотник надземонов. Пишет их уровень. Если, ну это уже, ладно, это дальше уже продолжу, скажу, дополню. Уровень предметов, надетый максимальный, игровая зона, то есть где вообще этот персонаж находится. Вкладка «Опыта». Итак, проценты указывают то, что сколько уже прокачено в этого персонажа и влита опыта. 150% означает состояние бодрости, сколько оно еще будет длиться процентов прокаченного опыта. Чем оно больше, тем, ясное дело, быстрее вы качаетесь. И если же полностью состояние бодрости не набрано, то получается, нам написано полное восстановление этого состояния бодрости, скажем так. Время игры. Да, 580 дней чистого онлайна на воине, конечно, какое-то время я провел в АФК, но все же. Последний вход в игру. Когда мы заходили за этого персонажа, вообще можно отследить. Увы, только день. Час и минуты, увы, нельзя. Это было бы полезно. Деньги. Собственно, самая обычная голда. Голда Дракономор Альянс, голда Гордуни Альянс. Если же ее много, то голда Гордуни Альянс. То есть, ну вообще вот эти вот прочие-прочие килевые моменты, можно все глянуть. Также это КДшки. На какие-либо инсты и рейды, которые истекли или нет. Так, сейчас мы это дело закрепим, чтобы оно не улетало куда-либо. Потому что мы рассматриваем аддон с этих, и как нам оно интересно. Вот, то есть, можно все это дело глянуть. Через сколько, что, когда, зачем и почему. Взятые задания на наших персонажах какие-либо ежедневные и прочие. Почта. И к тому же, через сколько она истекает. Вот так вот. Далее, это события. Далее, события, это как, опять же, обновление КДшек. Инвайты вас в рейд через календарь, допустим, от РЛов и каких-либо прочих людей, да. И получается КДшки на изготовление каких-либо, допустим, дренорских материалов. То есть, я до сих пор делаю на своем друиде партняжники крафт отреза волшебной ткани. Это для крафта вот этих вот сумочек на 30 ячеек. Ну и можно их продавать как вариант. И ремесла. С ними самое интересное. Они имеют старый интерфейс. И кликая, допустим, по кузнечке. Кликая, допустим, по кузнечке. А почему она не вылетает? Вот. А кликая по кузнечке, мы можем абсолютно все это дело посмотреть, изучить. И разглядеть вообще, что, как, из чего крафтится. Допустим, хочу открыть алхимию. Открываю алхимию, смотрю. Алхимические катализаторы, которые мы любили крафтить в дреноре. Слава гарнизону! Вот. И то есть, все это дело можно смотреть и изучать. Итак, теперь, наведя на какой-либо предмет. Допустим, зелье. Дренорский эликсир хождения по воде. Может сделать персонаж с этим ником. Да, очень провокационный ник, на самом деле. Никогда нигде его не пишите. Иначе есть риск того, что вы улетите далеко-далеко. Также, помимо этого, пишется, у какого персонажа есть в сумке этот предмет и в каком количестве. Также написано название гильдии, в каком сейфе оно находится. Ну и всего, разумеется. Тут также написано то, что может сделать такой-то персонаж. Опять же, может... Ну, тут не написано, может сделать такой-то персонаж, потому что у меня нету алхимии с этими настоями. Но количество в плане сумок идеально показано. Итак, также можно посмотреть банк, как это уже было сказано. Гильдбанк даже. Мы кликаем правой кнопкой на такой аддон, как Armory. То есть, на эту иконку. Включить и выключить обмен. И нам нужно выбрать, допустим, ту гильдию, в которой мы были относительно недавно. Эта гильдия, это на каком-то твинке она у меня была. И последнее ее обновление это 13 июля 2014 года. Это реально очень давно. Но, допустим, откроем, ну, Гордуниевскую гильдию властителей тьмы, да, которую я переносил еще, по-моему, в мае 2015 года. Вот тут есть всякие питомцы, дорогие и не очень, всякие предметы и какие-либо прочие моменты и прелести жизни. Почему нету этих трех сейфов? Потому что они не были отсканированы. А чтобы их отсканировать, нужно просто прийти в гильдбанк. То есть, ну, зайти за соответствующего персонажа, на котором этот гильдбанк вообще доступен для просмотра. И подойти ко второму сейфу, открыть его, к третьему открыть его, к четвертому открыть его и закрыть именно через крестик. И так база данных наша обновится. Допустим, мы хотим добавить нового персонажа в базу данных. То есть, я раскрою вам такой секрет, у меня два ДХ на одном сервере. Не знаю, шок-контент для вас это или нет, но когда все-таки это дело прокатило, я был весьма доволен. Потому что иметь двое ДХ, как весьма мобильный класс для фарма какого-либо и для покорения чего-либо, это реально классно. Но только выше, чем 103 левел, как-то мне удалось. Почему, не знаю даже, но особо-то и желания не было играть за ДХ, да и мотивации, да и в армении. Почти постоянно уже теперь начал устраивать своими мэджик-резистами. Сейчас у нас дело загрузится и что мы видим? Мы видим лаги и мы видим то, что у нас добавился новый персонаж. Да, то есть до этого был один ДХ-шка с ником PriyaTank, а теперь PriyaDH. Вот, касательно профессий, то есть вы прекрасно видите то, что сейчас их нету, да, PriyaDH даже нету. То есть вот здесь их нету, четвертая полоса. Сейчас будет магия. Мы открываем кожевничество, кликаем закрыть. Мы открываем снятие шкур, а нет, навыки снятия шкур, закрыть. Мы открываем кулинарию, закрыть. Первая помощь, закрыть. Теперь открываем нашу базу данных. И что мы видим? Кожевничество, кулинария, первая помощь, снятие шкур. Классненько, да? И все итемы, которые находятся у этого персонажа, они также будут добавлены в общую базу данных при просчете суммарно каких-либо итемов. Я давненько уже на это ДХ-шка не заходил, если честно. Надо бы там ему, я не знаю, что-нибудь, артефакт аппетить или что-нибудь еще сделать. А этот танк потенциальный, между прочим, которым я еще ЦАПГЕР танчил. Это очень информативно конкретно для этого видоса. Но окей. Так, что можно еще сказать об этом аддоне? Открываем, допустим, самого персонажа, да? При. Можно глянуть статы, как уже было сказано, да? То есть защита вот эта вот, все просмотреть, как вы хотите по-старому. При наведении сюда, то есть на сокеты, вы видите то, что реликвия артефакта, во-первых, какие вставлены. Ну и если у вас есть где-либо пустой сокет, то за место белого оно будет гореть красным. Тем самым показывая вам, что вы где-то прошляпились и не сделали камушек. К тому же, что самое классное мне нравится при осмотре камней, наведя на артефакт чей-либо. Да абсолютно, вот допустим, возьмем человека. Видите, нам пишут его релики. Что весьма классно. Это делается именно от армори, на самом деле, ну, серьезно. То есть 900, 895 и 890 релик у него. Скверна, тьма скверна. Вот так вот. Есть, конечно, аддон, дополняющий эти реликвии, но даже используя аддон армори, вы все равно будете видеть эти модификаторы. Это кто? Кто пиарится? Пошли вон отсюда. Так вот, далее получается, открываем, продолжаем осмотр. То есть на артефакте можно спокойно реликвии просматривать. Открывая таким образом персонажа, вы можете просмотреть абсолютно все, что вы можете одеть с банка, с хранилища бездны. Это банк для трансмегрификации. И то, что у вас одета в сумках. То есть осмотреть реально абсолютно все, что у вас только есть. Ну, допустим, всякие там шейки ваши, придазы или придазы, как они правильно называются, плечики какие-либо. Ага, нажав Ctrl я не могу примерить? Не могу, но если я нажму Shift, то они скорее всего пролинкуются в чат. Из чата уже я смогу тогда их примерить как вариант. Идеально, то есть мне нравится. Вот. То есть все это дело абсолютно осматривается. Тут выбирается персонаж. Какой, да? Какого мы хотим осмотреть? Ну, либо листаем стрелочками, либо выбираем через выпадающее вот это окно от аддона Armory. Далее, нажав кнопку таланты, мы можем рассмотреть таланты на какой-либо спек. Ну, наверное, на Fureka или на ArmSau у меня сейчас неправильные таланты, но не суть. ОВП можно посмотреть. Это скринчик, скажем так, еще со времен Лич Кинга. Примерно такой был интерфейс в Личе. Касательно там 2.2, 3.3, 10.10. Таланты чести можно осмотреть, что, кстати, классно. О, надо семечко в чести добить, получу силу артефакта. Вот. Вкладка другое. Допустим, репутация. То есть превознесение, превознесение, лучший друг, превознесение. Все это прописано. Вкладка Raid пишет наши кулдауны. Вкладка Валюта пишет нашу валюту на персонажа. Да, у меня 422 тысячи апекситовых кристаллов. Я любил это дело. Я люблю Дренор. Слава гарнизону. Вот. То есть ресурс, нефть, допустим. Я богатый. У меня есть нефть. Что есть у тебя? Журнал заданий. Опять же, такого стандартизированного этапа. Ну, мол, типа, который был еще чуть ли там, наверное, не в классике. Способности можно таким образом отчекать на оружие, не заходя на этого персонажа. Неистовство, не заходя на этого персонажа. Это весьма классно на самом деле. Это помогает при таких ситуациях, при таких спорах, мол, типа, да вот я, например, знаю, что у ретри паладина там есть такая-то способность. А вы берете, открываете, допустим, паладина воздаяния, даже созданного любого первого левела, пофигу. И пролистав, вы говорите, ты чего врешь? Человек, нету такой способности. И как бы все, и человек замолкает на этом. Далее, достижения. Все это дело осматривается, все это дело смотрится. Вот. Вкладка общения позволит нам посмотреть друзей, обычно добавленных. Черный список, хоть он у меня и небольшой, но я не помню, что это за люди. События, опять же, какие-либо с календаря. Ну и самая обычная вещица для просмотра профессии. Кликнув кнопку предметы, мы окунаемся в необъятный мир моих предметов. Голда. Сумочки. То есть сумочки листаются, 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 листаются. Это банк, то есть основное, да, то, что есть, это банковские ячейки. Если они отсканированы, закрыты через крестик, то они будут здесь находиться. Банк материалов. Входящие сообщения это почта и это экипированный лут. Можно вот так вот списком, допустим, отобразить. Ну и банк гильдии можно отобразить как-либо. Можно вот в таком отобразить окне. Можно нажать правой кнопкой, включить-выключить гильдбанк, выбрать ту гильдию, которая нас интересует и посидеть, полистать вообще, что нынче происходит. Тек. Ну и я думаю, все. Тут уже этот аддон исчерпывает себя. Если же у вас есть какие-то скрытые моменты, которыми вы пользуетесь, используя этот аддон, то обязательно пишите свои мнения, свои подсказки какие-либо, свои результаты опытов. Да вы задолбали уже пиариться. Ну вот, свои какие-либо наброски опытов в комментарии. Буду ждать, буду читать, обязательно буду изучать. Всех вам благ, счастья, здоровья, легендарок побольше. И угостите этих пиарщиков. Это что за дела-то? Это не боже так. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok